Оль, ты знаешь, где живет самый настоящий чеширский кот? Илья, ну меня, по-моему, Ольга, а не Алиса зовут. Нет, Оль, на самом деле настоящий чеширский кот живет в любимой. Он такой большой, круглоглазый, круглоглазый еще улыбается. А еще там есть настоящая, добрая баба-яга. Илья, знаешь, ты меня очень заинтересовал. Ну что, мы отправимся в любим? Да, налегке. Вот каких только диковинок не увидишь в любиме. Вот вам, пожалуйста, чеширский кот. Ой, а сзади него заяц, посмотрите. И все это умелец Сергей Сар. В любиме можно восхищаться не только местными достопримечательностями, но и замечательными людьми. Один из них – мастер Сергей Сар. Это действительно замечательный любимский мастер. И резьба вся в основном в музее нашем, да и в городе резьба. В основном это все его работы. Родился он здесь, в городе Любиме. Здесь прожил основную всю свою жизнь. И вот радует нас вот такими резьбными изделиями. И снова мастер Сергей Сар. Ну что, прикоснемся к великому. Здравствуй, баба-яга. Здорово, отца отвечает. Сергей Сар и город свой украшает. Поэтому мы отправляемся любоваться резными скульптурами в парк. Резные скульптуры умельца Сергея Сара радуют не только посетителей музея, но и местных жителей в парке. Очень красиво. В Любимском парке внимание привлекают не только скульптуры. У этого фонтана очень интересная история. Раньше здесь стоял памятник Сталину. Но когда Сталин попал в ней милость, его тут же убрали и поставили памятник Лермонтову. Ну а сейчас здесь вот таким вот волшебным образом стоит фонтан. Нагулялись по городу, пора домой. Эх, а как не хочется. Любим, невелик, но очень уютен. Приехав сюда, можно с легкостью попасть в подочарование здешних улиц и местных жителей. Но не стоит считать, что маленькие города недостойны внимания. Порой именно здесь можно встретить то, чего ты не увидишь ни в одном мегаполисе. Редактор субтитров А.Семкин